Качево лапоне! Оленья! Яйца генерал, сердцеедка, многодетная мама, королева тиктока, да, та самая Людмила Брачун. Популярность настигла ее после 30 лет, сейчас Людмиле 36. Ее знает вся страна. Свои видео женщина начала снимать полтора года назад. За спиной развод с мужем, на руках трое детей, перед лицом фронтальная камера. Я вырву твои глаза, что не мог ты смотреть на других. Охота была, ну, платье одела, купила платьишко, что-то под музычку станцевать. Ну, и как бы дочка мне такая предложила, давай, мам, я тебе сейчас на видео сниму. Потом смотрю, какие-то люди начали писать мне, что-то какие-то там, как бы я в шоке была. Бьет, значит, любит, а синяки пустяк. 16 тысяч подписчиков в Инстаграме, 30 тысяч в ТикТоке. С таким же успехом растет и количество хейтеров Людмилы. При этом ей заказывают рекламу в соцсетях, ее узнают на улице. Барнаульская королева эфира даже устраивает встречи со своими юными подписчиками. Давайте я вам мороженки куплю, раз они дети. Блин, постесняюсь, конечно. Ну, ничего такого, видео снимаем. Женщина, которая исполняет танец Крабика, как ни странно, до сих пор остается завидной невестой. Людмила считает, что в Барнауле уже не осталось нормальных мужчин. Говорит, алкоголиков много. Знаете, вот есть мужчины, вот, и с двумя коттеджами, и с машинами, там, ну, правда. Ну, что-то они, шампанское, там, все на этом заканчивается. Есть у меня еще никого, с которым в Москве. Очень хороший мой, всегда вот любит, меня обожает. Сейчас Людмила Брачон ждет приглашение на передачу «Давай поженимся». С ней уже связались редакторы Первого канала. Блогер не против завязать отношения с депутатом или бизнесменом. И, возможно, скоро Людмила все-таки найдет своего Руслана. Мужчину от 32 до 40 только лет, чтобы был не нищим, чтобы любил детей. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Руслана.